Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новости за неделю. В Анапе Институт береговой охраны ФСБ России, единственное подобное учебное заведение в стране, в торжественной обстановке принимал парад выпускников-мичманов. Военный оркестр исполняет марши. Красивая традиция – свидетельство высокого уровня учебного заведения. Выпускников приветствовали родственники, почетные гости и руководство института. С каждым годом престиж института и военного дела растет. По предварительным оценкам специалистов в новом учебном году конкурс на место по отдельным специальностям составит 7 человек. Заслуги лучших курсантов, проявивших активность за три года учебы, отметили почетными грамотами и благодарностями. Выпускников поздравил глава города-курорта Сергей Сергеев и председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов. Отдавая должное памяти герою Советского Союза, памятнику Ивану Голубцу возложили цветочную корзину. И по звуке духового оркестра торжественно выпускники прошли по плацу, бросая в воздух монеты. В городском театре состоялась церемония награждения активной молодежи города-курорта. Благодарности главы Анапы получили молодые люди, которые по итогам прошедшего года достигли наибольших успехов в разных сферах. Мэр Анапы Сергей Сергеев вручил благодарности специалистам молодежных центров, преподавателям и студентам высших и среднеспециальных учебных заведений, сотрудникам анапских здравниц, спортсменам и артистам. Самые активные молодые люди продвигают курорт не только на местном уровне, но и далеко за пределами края. Один из представителей Золотого фонда молодежи Анапы – студент Иван Марченко. В этом году стал лауреатом всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Обошел 350 конкурентов, защитил проект и вошел в резерв Государственной Думы России. Развитие молодого поколения на курорте поддерживают. Специалисты молодежных центров проводят мероприятия на самые разные темы, призывают молодежь к здоровому образу жизни. Успехи спортсменов, победы творческих коллективов на конкурсах – пример для многих. По красной ковровой дорожке прошли лучшие юноши и девушки курорта. Талантливые ребята проявили себя и получили заслуженные награды. Глава города-курорта вновь обратил внимание подчиненных на работу с обращениями граждан. Соблюдение сроков и качественная подготовка ответов – элементарные требования, выполнять которые должен каждый. Критика прозвучала на общегородском планерном совещании. Также Сергей Сергеев поднял вопрос благоустройства Анапы и внес предложение по поощрению лучших школ. Запретных тем для освещения в городских СМИ нет. Так прокомментировал глава города-курорта результаты рейда по несанкционированной торговле детскому закону, во время которого нарушители, не желая попадать в объектив камеры, прикрывались тем, что у них есть крыша. Закон един для всех, еще раз напомнил Сергей Сергеев. Поплатились за нарушение правила реализации алкогольной продукции без лицензии регистрации в налоговой инспекции хозяева нескольких торговых точек в городе на Пионерском проспекте в селе Витязево и в станице Благовещенской. Всего из продажи у нарушителей изъято 1045 литров контрафактного алкоголя. Материалы направлены в суд. Выслушав доклад сотрудников полиции, глава продолжил тему безопасности на дорогах. В частности, обратил внимание на проблему парковки автомобилей в центре Анапы. Контрольный вопрос планерного совещания озвучила начальник управления образования Нина Филофеева. В докладе рассказала об итогах сдачи ЕГЭ выпускников анапских школ. Во всех учебных заведениях экзамены прошли без нарушений и замечаний. И общие результаты в этом году выше. По русскому языку самые высокие результаты показали выпускники школы номер 8, гимназии Аврора и Эврика. По математике лучший показатель у выпускников школы номер 7. Успешно прошли испытания дети с ограниченными возможностями здоровья. Сдавали экзамены под видеонаблюдение. Сергей Сергеев предложил, начиная с этого года, ввести систему грантов для лучших школ, выпускники которых показывают высокие результаты на едином госэкзамене. Это станет дополнительным стимулом для коллективов учебных заведений. В этом году лидеры уже определились. Гранты могут быть направлены на примирование учителей, улучшение материально-технической базы школ или ремонт. Распоряжение главы курорта внесли в протокол планерного совещания. На курорте полным ходом идет строительство новых очистных сооружений. Авторы уникального для Анапы проекта рассказали о его преимуществах. Стоимость объекта 2 миллиарда рублей. Его уникальность в том, что сооружения на 10 тысяч кубических метров основаны на передовой технологии очистки стоков с применением микроорганизмов. Компания Environment Rules, частный инженерно-строительный субъект, использует опыт чешских специалистов и совсем недавно завершила строительство подобного объекта в Ростове-на-Дону. Среди множества преимуществ современного объекта отсутствие неприятного запаха, сопровождающего, как правило, работу очистных. Будущий комплекс будет состоять из двух блоков. В одном механическая очистка, в другом биологическая. Очистные будут выглядеть как суперсовременный урбанистический сад в стеклянном павильоне. Сточная вода будет чистой и прозрачной. Пройдя все стадии очистки, обработанной в конце процесса ультрафиолетовыми лучами, она не принесет никакого вреда месту сброса на глубоководном выпуске в море. Такой проект и с экологической, и с эстетической, и с экономической точек зрения реализуется в Анапе впервые. Строительство намечено завершить в октябре, так что сегодня будущие заказчики уже могут планировать подключение к сети, которая протянулась через весь город от села Витязева. На земельном участке в районе Южного рынка остановлены строительные работы. Обеспечительные меры наложены Анапским городским судом. Эскиз симпатичного скверика на баннере в районе Анапского Южного рынка не имеют ничего общего с тем, что построено на этом участке, который заявлен в городе как рекреационная зона. 700 квадратных метров будущих торговых помещений за глухим забором не первая и, наверное, не последняя попытка застройщиков обмануть город в угоду собственным интересам. Уже в июле здесь должно было быть завершено строительство. Так, во всяком случае, заявлено в обращении к жителям Анапы. Удивительно, как собирался сделать это хозяин и индивидуальный предприниматель Семерок без проекта, разрешения на строительство, без согласования с архитектурой и водоканалом. А так называемый фонтан не собирался служить горожанам, а прилепился вплотную к торговым павильонам. К счастью, сегодня на этой стройке межрайонная прокуратура совместно с судебными приставами провела исполнительные действия о запрете производства строительно-монтажных работ на углу улиц Астраханская и Лермонтово. На этой неделе со строительной площадки увезли иностранных граждан, но замок на воротах еще ни о чем не говорит. Строители проникают на площадку через дыру в заборе. И о том, что жизнь тут кипит, несмотря ни на что, свидетельствуют и инструменты на готове, и рабочие, отдыхающие в тени. Только теперь проникновение на территорию стройки уже чревато более серьезными последствиями. Детский сад номер 16 «Пчелка» стал победителем краевого конкурса среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и получил грант губернатора Краснодарского края. Путь к победе в краевом конкурсе с программой «Психолого-педагогическое сопровождение и воспитательной коррекционной работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата». Сотрудники детского сада компенсирующего вида начали в 2009 году. Вышли на федеральную стажировочную площадку, стали базовым учреждением по внедрению инновационного опыта. Особенность программы – объединение и взаимодействие детей в группе. Играют вместе детки с патологиями развития и без. Опыт общения с ровесниками неоценим, социализация детей проходит намного быстрее. Программа детского сада стала лучшей 60 учреждений. Педагоги часть денег гранту губернатора Кубани направят на тираж методического материала и развития программ. Поделятся опытом с коллегами за пределами края. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Несанкционированная торговля, незаконное строительство и самовольно установленные аттракционы под запретом в курортной Анапе. Глава Анапы провел встречу с представителями территориальных органов самоуправления. Лето под присмотром. В Анапе работают 24 лагеря дневного пребывания в школах. И сейчас обо всем подробнее. Зарабатывать, пользуясь плодами чужого труда, распространенная ситуация в Анапе, особенно в летний период. Свежий пример – самовольно установленный детский аттракцион в Ореховой роще. Очень удобно, ни за что платить и отвечать не надо. И никаких обязательств перед горожанами, хотя бы в той же уборке прилегающей территории. Еще минуту назад этот яркий батут успешно эксплуатировался у самого фонтана в Ореховой роще. Глава города заглянул сюда посмотреть, как работает фонтан. Беспардонно установленный аттракцион, там, где его никто и не предполагал, поразил главу города откровенным пренебрежением к тому, сколько души и средств вложено в благоустройство этой территории. Свою позицию по этому поводу Сергей Сергеев озвучил на координационном совете органов ТОС. Когда мы строили там фонтаны, делали благоустройство, он палец о палец не уборил. Когда появился фонтан, люди пошли, тут же появился батут. Но у меня вопрос. Заработать Бога ради. Пусть он придет, скажет к вам сначала, тот, кто там является активистом наших общественных деятелей, к вам сейчас придет и скажет, я буду убирать полностью всю Ореховую рощу, обеспечивать вывоз мусора, но хочу поставить здесь батут. Если вы скажете да, тогда мы посмотрим. Вызванные на место специалисты управления муниципального контроля обнаружили, что источником электрического питания для батута служит распределительный щит, питающий энергией фонтан. Провод аккуратно спрятан в грунте и платит за использованную энергию администрация города. Косит траву, убирает территорию, поливает газону тоже город. Как-то не солидно получается, господа предприниматели. Получить дислокацию по размещению и не оформить земельного участка – это преднамеренное нарушение закона. И значит, аттракцион установлен в парке незаконно. Собственник данного батута установил батут в неположенном месте, на территории Ореховой рощи, за что был привлечен к административной ответственности. Протокол будет направлен на административную комиссию, где будет принято решение о наложении штрафа. Связующее звено между властью и населением представителей территориальных органов самоуправления ежедневно работают, чтобы улучшить качество жизни курортного города в целом и каждого двора в частности. Глава курорта на встрече с ТОСовцами поблагодарил их за труд, выслушал проблемные вопросы и новые общественные инициативы. И не откладывая, проехал по тем микрорайонам, где активисты просили побывать лично. Встречу с координаторами территориальных органов самоуправления провел мэр Анапы и в самом начале отметил, что общественники оказывают большую помощь администрации. Представители ТОС связующее звено между властью и населением. Принимают активное участие в решении проблемных вопросов на курорте, несанкционированного строительства, благоустройства территорий. Знают, что волнует сегодня анапчан и всегда могут подсказать властям, на что обратить внимание. И много-много еще работы, за которую я вам хочу сказать спасибо. Я думаю, что эта форма, которую мы нашли, будет постоянно совершенствоваться. Есть, конечно, не удовлетворяющие меня сроки исполнения моих поручений, но это уже внутренняя наша проблема. Первый вопрос в совещании – оказание помощи вынужденным переселенцам из Украины. В Анапе в администрации создан оперативный штаб, работают телефоны горячей линии и открыт пункт приема гуманитарной помощи на базе второй школы. Руководители ТОС и в этой работе принимают активное участие. Участники встречи обсудили, что требуется сегодня беженцам. Одежда, постельное белье, подушки, одеяло, средства бытовой химии, гигиена, другие предметы первой необходимости, а также нескоропортящиеся продукты питания. В целом, какая работа проведена, постановление администрации. Был создан оперативный штаб, который возглавляет Сергей Павлович. Мы его заместители в этом оперативном штабе. Обсудили на совещании сотрудничество координаторов ТОС со специалистами управления торговли в борьбе с незаконными торговыми точками. План совместных мероприятий, в котором предусмотрены совместные мероприятия специалистов управления и сотрудников полиции по выявлению пресечения незаконного оборота спиртосодержащей алкогольной продукции. С 1 января 2014 года изъято из оборота алкогольной продукции 54,9 тысяч литров. Составлен административный протокол 274. Обсудив главные вопросы совещания, координаторы ТОС озвучили жалобы анапчан, к сожалению, общие для всех. На дороге проблемы вывоза мусора и несанкционированные свалки. На каждое такое обращение будет ответ и конкретное решение, гарантировал мэр Анапы. Общественники поблагодарили главу за уже оказанную помощь. За ремонт клуба в рассвете, установку уличного освещения и урн в населенных пунктах Первомайского сельского округа. А координатор деятельности ТОС микрорайона Алексеевский Людмила Лазебник попросила Сергея Павловича побывать на улице Станичной и Солнечной. На первой головная боль местных жителей трава, а на другой стройка. На следующий же день глава Анапы выехал на место и убедился в словах анапчанки. На улице Станичной настоящие джунгли. На Солнечной застройщики организовали свалку бытового и строительного мусора. Сергей Сергеев проинспектировал стройплощадку и потребовал очистить территорию в кратчайшие сроки. Очередное заседание политического совета партии «Единая Россия» прошло в Анапе. Обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи и подготовки к предстоящему празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Провел заседание глава курорта секретарь Анапского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Сергеев. Началась встреча с поздравлений. Благодарность Краснодарского регионального полицовета партии за активную жизненную позицию и организацию различных мероприятий краевого и городского уровня и вручили Николаю Иванюшкину. Наталью Рощину, преподавателя Анапского сельскохозяйственного техникума, поздравили с бронзой в педагогическом конкурсе. Еще один вопрос в повестке дня – прием в партию новичков. Таких было 13 человек. Будущим партийцам члены полицовета «Единая Россия» задавали вопросы о сфере деятельности, участии в общественной жизни города, жизненных планах. Приняли всех единогласно и перешли к докладам. О ходе реализации местного партийного проекта «Анапа. Город воинской славы. Историческая память» рассказал координатор проекта, депутат ЗСК Николай Иванюшкин. Ведется работа по сбору издательства исторических материалов, летописи истории города. Сегодня на передний план работы с населением выдвигается задача патриотического воспитания. Будущее следует формировать сегодня, закладывая его основы в умы и сердца детей и молодежи в первую очередь. В работе с молодежью патриотическое воспитание подрастающего поколения в приоритете. С каждым годом количество мероприятий и участников акций увеличивается. На курорте успешно внедряют новые формы обучения в школах и детских садах. Анапчан с детства учат чтить память предков. У нас открыты общественные объединения эскадра, содружества, клуб поиск, патриот. Очень много новых форм внедряется у нас и также не только в школах, но и в детских садах. Особое внимание уделяется увековечению памяти героев, те, которые учились в образовательных учреждениях. Патриотическое воспитание подростков и студентов – одно из главных направлений в работе управления по делам молодежи. Проводится работа по привлечению молодых людей в клубные объединения, где воспитанники занимаются военно-прикладными видами спорта, пешеходным туризмом, изучают основы безопасности жизнедеятельности. О том, что мы стоим на пороге празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне и уже сегодня необходим четкий план мероприятий, собравшимся напомнил глава курорта. Праздник не должен начаться и закончиться 9 мая. У нас очень много добрых традиций. Плюс к этому мы должны сегодня подобрать малоизвестные факты окончания Великой Отечественной войны. На курорте 257 ветеранов – участников Великой Отечественной войны. И каждому нужно уделить внимание. Свидетели и участники боевых действий, как никто другой, могут рассказать молодежи правду о той войне, не придуманную, а реальную историю. И такие лекции и встречи с ветеранами должны проходить в анапских школах с 1 сентября. Самое главное сегодня – то, что мы готовимся к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Работа ведется активно и в сравнении с другими муниципальными образованиями. Работа идет гораздо лучше. Подготовка исторических памятников к знаменательной дате, благоустройству и мест захоронения воинов. В подготовке к празднованию юбилейной даты должно быть учтено все. Все решения Полицовета отражены в протоколе заседания. Особенности ведения сельского хозяйства на Кубани обсудили в поселке Виноградный ведущие специалисты аграрии. Представители Министерства сельского хозяйства края посетили объекты сельхозназначения. Жители поселка Виноградный на территории ярмарки «Привоза» получили одновременно консультации специалистов управления сельского хозяйства, экономики, имущественных отношений, центра занятости и банков курорта. Впервые я на таком мероприятии. Вот, впервые. И интересно, что во главе всего стоит у нас Сбербанк. Специалисты консультируют жителей о программах развития сельского хозяйства, финансировании и пакете необходимых документов для вступления в программу. В крае большое внимание уделяют развитию личных пособных хозяйств и фермерских угодий, помогают предпринимателям. В Краснодарском крае, как ни в одном субъекте Российской Федерации, много видов поддержек. Всего 24 поддержки для малых форм хозяйства, это ЛПХ и крестьянское фермерское хозяйство. Цель и задача этого мероприятия именно донести до малых форм хозяйства, до владельцев личных пособных хозяйств, те меры поддержки, которые оказываются на сегодняшний день для их становления, процветания. Объясняют жителям, как реализовать овощи, мед, молочные и мясные продукты, произведенные в хозяйствах сельчан на выгодных условиях. 7 июля можно подать документы на получение грантов по программам «Семейная животноводческая ферма» и «Начинающий фермер». По начинающему фермеру можно получить грант на развитие собственного крестьянско-фермерского хозяйства до полутора миллиона рублей. Это те деньги, которые даются крестьянско-фермерскому хозяйству, но открытому. По семейной животноводческой ферме можно получить грант до 21 миллиона рублей. Субсидии выдают фермерам на восполнение понесенных затрат, а гранты именно на реализацию проектов. Фермеры, получившие дотации, успешно развивают свой бизнес и хозяйство, торгуют на ярмарках, привозах и нарабатывают постоянных клиентов. Люди с нетерпением ждут нашей субботы, когда собираются здесь наши сельхозпроизводители. И вот буквально сегодня разговаривал с некоторыми из них, уже дошло до того, что делают заявки на следующую субботу. На ярмарке разыграли сельхозпризы, продукты питания, мясо, овощи и фрукты. Спецприз 10 цыплят выиграла Ксения Кривицкая. В детстве родители покупали Ксении цыплят, она играла с ними. Теперь будет растить пернатых. У меня частный дом, все, мечтаю завести курей, муж не разрешает, но, наверное, все-таки придется завести, построить курятник и выращивать цыплят. День малых форм хозяйствования в поселке Виноградный прошел впервые. К следующему приезду специалистов жители решили приготовиться заранее и составить целый список вопросов. Сотрудники Анапской роты ДПС проверяют всех мотоциклистов на дорогах курорта. Без исключения, такая мера безопасности связана с ограблением банка «Народный кредит», совершенного на этой неделе. Грабители, похитившие крупную сумму денег, по версии следствия, скрылись на черном мотоцикле. Операция «Мотоциклист», стартовавшая на курорте, включает в себя сразу несколько задач. Первое – выявление водителей и пассажиров мототранспортных средств, причастных к ограблению банка «Народный кредит». Есть и ряд других задач – проверка водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. За первое полугодие 2014 года таких было около ста. Кроме этого, инспекторы дорожной полиции, проводя комплексную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, за нарушение правил с начала года составили более 900 протоколов на водителей мотоциклов и мини-мопедов. Традиционно, с наступлением лета, на дорогах количество двухколесной техники увеличивается в несколько раз, поэтому внимательными нужно быть и авто- и мотолюбителем. Самый распространенный вид аварии, связанный с мотоциклистами, когда водитель авто, мотоциклиста просто не заметил. Перестраиваясь или поворачивая, водители машин не ожидают увидеть в 20 сантиметрах от себя мотоцикл, и в результате мотоциклист вместе с железным конем летит в кювет. Не видят и не пропускают. Ну, на самом деле, надо ездить, мне кажется, на мотоцикле так, тебя никто не видит, никто его не уважает, никто не любит. Поэтому надо смотреть в оба всегда, дабы не убиться просто или не убить кого-то. Шлем и панцирь спасают от ранений, когда на большой скорости, уходя от столкновения, водитель кладет мотоцикл на бок и скользит на спине. Зная об этом, все уважающие себя мотоциклисты пользуются специальной экипировкой, а тех, кто ее пренебрегает, называют не иначе, как камикадзе. Камикадзе – это слишком ласково для этого человека, я думаю. Ну, просто он не думает ни о себе, ни о людях, ни о своих родных. Мы таких водителей сами же стараемся остановить, объяснить человеку, что пожалей сам себя, пожалей свою жизнь, это твоя же жизнь. Гибровка – это одно, наверное, из самых главных, так как это защита твоей жизни, это очень важно, потому что при попадании в ДТП это спасает жизнь. Мотошлепка – это вообще даже не обсуждается, это естественно. Мотоциклисты, как правило, едут быстрее общего автомобильного потока и на скорости вылетают как раз из-за спины автомобилиста. Если во время движения вы увидели в зеркале несущегося мотоциклиста и хотите, чтобы разъезд с ним прошел безопасно, не предпринимайте никаких действий. Водитель мотоцикла уже просчитал все на много ходов вперед и спланировал обгон. Любой маневр водителя автомобиля может смешать карты и привести к ДТП. Байкеры – люди экстремального склада, поэтому лучше, держа их в поле зрения, не пытаться корректировать их стиль вождения. Не получится, да и аварии избежать не удастся. Действия на дороге должны быть прозрачными и предсказуемыми. Ну а если пришлось встретиться в пробке, позвольте байкеру проехать, и вам обязательно будут благодарны за сохраненную жизнь. Кстати, далеко не всегда спасибо – это кивок головой или взмах рукой. Многие мотоциклисты в знак благодарности отдергивают в сторону ногу. Для жителей Анапы летний период в рабочем году – самый напряженный и самый сложный вопрос, с кем оставить детей во время школьных каникул. Проблемный в этом плане возраст от 7 до 11 лет. На помощь родителям пришел муниципалитет. В Анапе работают 24 лагеря дневного пребывания в школах. Сегодня их посещают более 2700 школьников начальных классов. Школа номер 7 и гимназия «Эврика» располагаются в одном здании. Эти общие образовательные учреждения словно не уходили на каникулы. Детский гомон слышен повсюду. 120 учащихся начальных классов посещают летний лагерь в «Эврике». А в школе номер 7 лагерь работает в две смены и рассчитан на 200 ребятишек. У нас шесть игровых комнат, спортзал, летняя площадка спортивная. Все игровые комнаты оборудованы. Я думаю, дети просто счастливые. У нас пять игровых комнат, где ведутся различные кружковые занятия. Это и умелые ручки, и юный художник, и мир вокального искусства. Также есть у нас бассейн, где дети занимаются спортивными нашими видами спорта. В воде учатся плавать, и также летняя спортивная площадка на улице, где проводятся спортивные у нас мероприятия, старты различные, зарядка утренняя. Первый поток детей принимается по программе «Олимпийские резервы». Школа номер 7 проводит веселые старты, в которых нет побежденных. Главное – здоровый образ жизни. Маленькие коллеги школьников, гимназисты сегодня занимаются по кружкам. Мастер-класс дает член Союза архитекторов России Наталья Титова в организованной ею студии анимации, где есть даже профессиональный мультисанок. Но перед съемкой надо сочинить сценарий сказку, например, о путешествии Арбуза. Арбуз попал на борз жука, на дачу Таняка. Забрался из любопытства пушку, осмотреть ее, и вдруг пушка выстрелилась. Дети так вживаются в роли, что рождается настоящий спектакль импровизации. Девочки, оказывается, могут собрать военный совет во главе с генералом Жужилицей. Но совет, конечно, свой, девчоночей. Нас мучает один вопрос. Как же победить царя Гороха? Как вы думаете? Все надо делать мирным путем. А как думаете вы? Им решение красится. А третий Б-класс уговорил своего классного руководителя, Сильву Багдасарян, организовать кружок восточных танцев хамиджи. Девочки, будем так заниматься? Да! После занятий аппетит разгорается недюжинный. В столовой ребятишек кормят дважды, завтраком и обедом. Питание организовано полноценное за счет краевого и муниципального бюджета и составляет 100 рублей в день на одного ребенка. Так что и соки, и фрукты, и молочные продукты, и другие витамины дети получают в обязательном порядке. Ну как тебе вкусно? Очень. Как вкусно? Хорошо. Только вкуснее. Вот так увлекательно в спорте и творческих поисках проходит это лето в детских школьных лагерях Анапы. Предупреждение от Управления гражданской обороны и защиты населения. 4 и 5 июля местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. Обращаясь к жителям и гостям курорта Управления гражданской обороны, защита населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В субботу, 5 июля в Анапе будет малооблачно, местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха днем 21-23, ночью до плюс 20 градусов по Цельсию. Ветер переменный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 23 градуса тепла. В воскресенье 6 июля в Анапе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 22-24, ночью около плюс 20 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 23 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Приятных вам выходных. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин